Боже, милости, буди нам грешны! Создавший нас Господи, помилуй нас! Без числа мы совершили Господи, прости и помилуй нас грешны! Благослови Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Аминь! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Царю Небесный! Утешителю души истинной, живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселися вны и очистины от всяких скверных, и спаси блажей души нашей! Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и вовеки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше Святые, посети из цели немощи наше имени Твоего, ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и вовеки веков, аминь Отче наш, иже и Син на небесах Да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое Да будет воля Твоя, ка на небесе и на земле Хлеб наш насущный дашь нам в днисе Остави нам долги наши, якажи мы оставляем должников нашим И не веди на свои искушения, но избави нас от лукава И в Твоей Царство и силы и славы вовеки, аминь Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и вовеки веков, аминь Придите поклонимся Цареве нашему Богу Придите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу Придите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему Поспеши, Боже, избавить меня Поспеши, Господи, на помощь мне Да постыдятся и посомятся ищущие души мои Да будут обращены назад и преданы по смеянию желающие мне зла Да будут обращены назад за поношение меня Говорящие мне, хорошо, хорошо Да возрадуются и высвеселятся от Тебя Все ищущие Тебя и любящие спасение Твое Да говорят непрестанно, велик Бог Я же беден и ничь Божий Поспеши ко мне Ты помощь моя и избавитель мой Господи, не замедли Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно И вовеки веков, аминь Помощник и покровитель явился мне ко спасению Он, Бог мой, прославлю его Бога Отца моего и превознесу его Ибо он торжественно прославился Помилуй меня, Боже, помилуй меня Превзойдя кайного убийства Я по сознательному соизволению Через оживление плоти сделался убийцей души Вооружившись против нее злыми моими деяниями Помилуй меня, Боже, помилуй меня Я не сравнился Иисусе в праведности с Авелем Никогда не приносил тебе приятных даров Ни делов благоугодных Ни жертвы чистой, ни непорочной жизни Помилуй меня, Боже, помилуй меня Мы, злосчастная душа, как Каин Принесли создателю всего порочную жертву Нечестивые дела и непотребную жизнь Потому-то мы и осуждены Помилуй меня, Боже, помилуй меня Оживотворивший земной прах, скудельник Ты даровал мне плоти, кости, дыхания и жизнь Но, Творец мой, Искупитель и Судья Прими меня, кающегося Помилуй меня, Боже, помилуй меня Я открываю пред Тобою, Спаситель, сделанные мною грехи И раны души и тела моего Которые разбойнически нанесли мне Внутренние убийственные помыслы Помилуй меня, Боже, помилуй меня Спаситель, если я и согрешил, но знаю, что ты человеколюбец Ты казнишь сострадательно и горячо милуешь Взираешь на плачущего И как отец поспешаешь призвать Потерянного слава отцу и сыну и святому духу Пресносущная Троица, которой мы поклоняемся как единству Сними с меня обременительную тяжесть греха И по своему милосердию даруй мне умилительные слезы И ныне и пресно и во веки веков Аминь, Богородица, надежда и помощь всем прославляющим тебя Сними с меня обременительную тяжесть греха И как непорочная владычица прими меня кающегося Внемли, небо я буду возвещать и воспевать Христа пришедшего во плоти от Девы Помилуй мя, Боже, помилуй мя И мне грех шил кожаные ризы Сняв с меня богатканную прежнюю одежду Помилуй мя, Боже, помилуй мя Как смакованными листьями облегся я одеянием стыда В изобличении самовольных страстей моих Помилуй мя, Боже, помилуй мя Я нарядился в постыдно запятнанную гнусно Кровавленную истечениями страстной и любосластной жизни одежду Помилуй мя, Боже, помилуй мя И я подверсам учения страстей и вещественному твень Оттого ныне гнетет меня враг Помилуй мя, Боже, помилуй мя Предпочтя нестяжательности жизни, привязанную к земным вещам и любостяжательную Я нахожусь теперь под тяжким временем Помилуй мя, Боже, помилуй мя Я украсил кумир плоти разноцветной одеждой гнусных помыслов И подвергаясь осуждению Помилуй мя, Боже, помилуй мя Я позаботился с усерднем об одном внешнем благоукрашении Не обратив внимания на богообразную внутреннюю скинью Помилуй мя, Боже, помилуй мя Я засыпал страстями красоту первобытного образа спаситель Ты, как некогда, драху взыщи и найди ее Помилуй мя, Боже, помилуй мя Согрешил и, как блудница, взываю к тебе один Я согрешил пред тобою Прими мя, спаситель, и от меня мира слезы Помилуй мя, Боже, помилуй мя Спаситель, как мытарь, я взываю к тебе Смилуйся надо мною Я согрешил пред тобою, как никто из чад Адамовых слава Отцу и Сыну и Святому Духу Воспеваю тебя единого в трех лицах Бога всех Отца, Сына и Святого Духа И ныне и присма и во веки веков Аминь Пречистая Богородица Дева Ты одна всеми воспеваемая Усердно моли о нашем спасении На камени твоих заповедей утверди, Господи Поколебавшееся сердце мое Ибо ты один свят и Господь Помилуй мя, Боже, помилуй мя В тебе, истребитель смерти, нашел я источник жизни И прежде кончины взываю тебе от сердца моего Согрешил я, смилуйся, спаси меня Помилуй мя, Боже, помилуй мя Согрешил я, Господи, согрешил пред тобою Смилуйся надо мною Ибо между людьми нет грешника Которого бы не превзошел я Прегрешениями Помилуй мя, Боже, помилуй мя Я подражал необузданно поступившим современникам ноя Унаследовал их жребий Потопление потопом Помилуй мя, Боже, помилуй мя Подражается губителю хаму Ты не прикрыла душа Отвернувшись назад лицом Срамоты ближнего Помилуй мя, Боже, помилуй мя Помилуй мя, избегай душа мое воспламенение греха Как лот убегай от Содома и Гаморы Избегай пламени всякого безрассудного стремления Помилуй мя, Боже, помилуй мя Господи, помилуй, взываю к Тебе, помилуй меня Когда придешь с ангелами своими Воздать всем по достоинству их дел Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Несозданная, безначальная по естеству Прославляемая в трех ипостасях Простая Троица Спаси нас с верою поклоняющихся Твоей власти И ныне и присно и во веки веков Аминь Богородительница, ты, не испытавши мужа Во времени родила прежде век от Отца Исходящего Сына И, о, странное чудо, сохранивше детство При млекопитании Помож Услышал пророка пришествии Твоем, Господи, и устрашился Что Тебе угодно родиться, от Девы явиться людям И сказал Услышал я весь о Тебе и устрашился Слава силе Твоей, Господи Благодарю Тебя, Господи, Боже мой Бодрствуй, душа моя, будь мужественна, как великий из патриархов Чтобы приобрести себе дело по разуму Чтобы обогатиться умом, видящим Бога И проникнуть в неприступный мрак В созерцании И получить великое сокровище Благодарю Тебя, Господи, Боже мой Великий из патриархов Родив двенадцать патриархов Таинственно представил Тебе душа моя Лестницу деятельного восхождения Премудро расположив детей, как ступени А свои шаги, как восхождение вверх Благодарю Тебя, Господи, Боже мой Подражая ненавидимому Исау, душа Ты отдала соблазнителю своему первенство Первоначальной красоты И лишилась отеческого благословения И несчастная пала дважды Деятельностью и разумением Поэтому ныне покайся Это Твой голос, Иисус, снова зовет меня восстать И следовать за Тобою Благодарю Тебя, Господи, Боже мой Исаав был назван едомом за крайнее пристрастие к женолюбию Он непрестанно разжигаясь невоздержанием И оскверняясь любострастием назван едомом Что значит распаление души грехолюбивой Ты избавил верных Твоих от подобного греха Благодарю Тебя, Господи, Боже мой Слышав об Иове, сидевшем на гноище Ты душа моя не подражала ему в мужестве Не имела твердой воли во всем, что узнала Что видела, что испытала Но оказалась нетерпеливою Ты же искупитель мой, даруешь терпение Ибо горе потерявшим его Благодарю Тебя, Господи, Боже мой Бывший прежде на престоле, теперь на гноище обнаженный и изъязвленный Имевший многих детей знаменитый, внезапно стал бездетным и бездомным Гноище считал он своим чертогом и язвой драгоценными камнями Ты же, Боже, даровал мне слезы переносить посланные испытания Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Нераздельным по существу, неслиянным в лицах богословски Исповедую Тебе троичное единое божество Соцарственное и сопрестольное Возглашаю Тебе великую песнь в небесных обителях троекратно Воспеваемую и ныне и присно и во веки веков Аминь И рождаешь ты, остаешься девою в оборых случаях Сохраняя по естеству девства Рожденный тобой обновляет законы природы А девственное чрево рождает, когда хочет Бог То нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет От ночи бодрствующего просвети меня, молю, человеколюбец Путеводи меня в повелениях Твоих и научи меня Спаситель исполнять Твою волю Благодарю Тебя, Господи Боже мой Ты слышала, душа, корзинки с Моисеем В древности носимом водами в волнах реки Как в чертоге избегшим горестного последствия замысла фараонова Благодарю Тебя, Господи Боже мой Если ты слышала, несчастная душа о повивальных бабках Некогда умершлявших новорожденных младенцев мужеского пола То теперь, подобно Моисею, млекопитайся мудростью Благодарю Тебя, Господи Боже мой Подобно великому Моисею, поразившему египтянина Ты не умертвила бы несчастная душа гордого ума Как же, скажи, вселилась бы ты в пустыне от страстей Через покаяние Благодарю Тебя, Господи Боже мой Подобно великому Великий Моисей поселился в пустыне Иди, и ты, душа, подражай его жизни Чтобы и тебе увидеть в терновом кусте Явление Бога Благодарю Тебя, Господи Боже мой Изобрази душа, Моисей, в жезл, поражающий море И огустевающий глубину знамения Божественного Креста Которыми ты можешь совершить великое Благодарю Тебя, Господи Боже мой Аарон приносил Богу огонь чистый, беспримесный Но Офни и Финиес приносила Как ты, душа, отчужденная от Бога нечистую жизнь А ныне жертва моя есть дух сокрушенный И благодарный Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за единого Бога Свят, 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 Отец, Сын и Дух Простое существо, единица, вечно поклоняемая И ныне, и пресно, и во веки веков Аминь Богородица в Тебе, нетленная, непознавшая мужа, Матерь Дева Облегся в мой состав, сотворивший мир Бога И соединил с Собою человеческую природу Благодарю Тебя, Господи Боже мой От всего сердца моего я возвал к милосердному Богу И Он услышал меня из ада преисподнего И возвал жизнь мою от погибели Благодарю Тебя, Господи Боже мой Волны грехов моих спасителей, обратившись как в черном море, внезапно покрыли меня Как некогда египтян и их всадников Но я возопил к Тебе, и Ты спас меня Благодарю Тебя, Господи Боже мой Нерассудителем Твой выбор, душа Как у древнего Израиля, ибо Ты безрассудно Предпочитала божественной манне сластолюбивое Пресвящение страстями Но ныне Господь призвал Тебя на чудную вечерю любви Благодарю Тебя, Господи Боже мой В колодцах анонейских помыслов Ты, душа, предпочитала камню с источником Из которого река премудрости Как чаша изливает струи богословия Но Ты, душа, расслышала голос возлюбленного Твоего Иисуса И ныне сидишь с ним у колодца мудрости И вот Духа Святого Благодарю Тебя, Господи Боже мой Свиное мясо, котлы, египетскую пищу Ты предпочитала пища небесная Душа моя, как древний безрассудный народ Погибала в пустыне Иисус увидел Тебя и оживил И омыл И даровал силу на благовестие всем людям Благодарю Тебя, Господи Боже мой Как Моисей, раб Твой Ударив жезлом о камень Таинственно предизобразил Животворное ребро Твое Спаситель, из которого Все мы почерпаем питье Жизне Благодарю Тебя, Господи Боже мой И следуй дыша подобно Иисусу на вину И обозри обещанную землю, какова она И поселись в ней путем исполнения закона Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Я, Троица простая, нераздельная Раздельная в лицах и единица Соединенная по существу Свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух И ныне, и присно, и во веки веков Аминь Богородице, чрево Твое родило нам Бога Принявшего наш образ Его, как Создателя всего мира Моли, Богородице, чтобы по молитвам Твоим нам Оправдаться Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и присно, и во веки веков Аминь Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь Конец приближается, и ты смутишься Пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог вездесущий и все наполняющий Душа моя, душа моя, что ты спишь Конец приближается И ты смутишься, пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог вездесущий и все наполняющий Мы согрешили и жили беззаконно Неправо поступали пред тобою Не сохранили, не исполнили, что ты заповедал нам Но не оставь нас до конца, Боже, Отцов Слава тебе, Боже наш, слава тебе Когда ковчег везли на колесницу Туоза Когда волк свернул в сторону, лишь только прикоснулся Испытал на себе гнев Божий Но душа, избегая его дерзости Благоголейно почитай, Божественная Благодарю тебя, Господи Боже мой Слава тебе, Боже наш, слава тебе Ты слышала об Авесоломе, как он восстал на самую природу Знаешь гнусные его деяния, которыми он обесчестил ложа Отца Давида Но ты сама подражала его страстным и сластолюбивым порывам Но родившись свыше во Христе Иисусе Ты, душа, осудила себя, чтобы жить для Господа Благодарю тебя, Господи Боже мой Слава тебе, Боже наш, слава тебе Свободное свое достоинство Ты, душа, подчинила своему телу Ибо нашедший другого Ахитофела Врага Ты склонилась на его советы Но их рассеял сам Христос Чтобы ты спасена была Благодарю тебя, Господи Боже мой Слава тебе, Боже наш, слава тебе Чудный Соломон, будучи преисполнен даром премудрости Некогда, сотворив злое пред Богом Отступил от него Ему ли ты желаешь уподобиться душа своей жизнью Настойной проклятия Господь мой, искупитель от всех грехов Благодарю тебя, Господи Боже мой Слава тебе, Боже наш, слава тебе Увлекшись сластолюбивыми страстями Осквернился, увы, ревнитель премудрости Возлюбив нечестивых женщин И, отчуждившись от Бога Ему, душа, ты не подражай И в уме постыдным, сладострастным Помилуй меня, Боже, помилуй меня Благодарю тебя, Господи Боже мой Слава тебе, Боже наш, слава тебе Ты поревновала душа Равааму Не послушавшему совета отеческого И вместе злейшему рабу и Равааму Древнему мятежнику Избегай подражания им И взывай к Богу Согрешила я Умилосердись надо мною Помилуй меня, Боже, помилуй меня Благодарю тебя, Господи Боже мой Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Троица простая, нераздельная, единосущная Единое естеством Светы и святы три, святые, единое лицо свято Бог Троица, воспеваемая в песнопениях Воспой же и ты, душа, прославь жизнь и жизни Бога всех И ныне и пресно, и во веки веков Аминь Воспеваем тебя Благословляем тебя, Богородица Поклоняемся тебе, Богородительница Ибо ты родила единого Из нераздельной Троицы Христа Бога И сама открыла для нас Живущих на земле небесные обители Кого прославляют воинства небесные Пред кем трепещут Херувимы и Серафимы Того все существа и творения Воспевайте, благословляйте и превозносите во все века Слава Отцу и Сыну и Святому Слава тебе, Боже наш, слава тебе Соревновав в Овзии ты, душа, ты получила себе вдвойне его проказу Ибо помышляешь не должно и делаешь беззаконное Оставь, что у тебя есть и поступи к покаянию Помилуй меня, Боже, помилуй меня Благодарю тебя, Господи, Боже мой Слава тебе, Боже наш, слава тебе Ты слышала, душа, а не не витянах В рубящей пепли каявшихся Богу Им ты подражала, хотя была упорнейшей всех согрешивших до закона И после закона твой дух подвиг меня к раскаянию Помилуй меня, Боже, помилуй меня Благодарю тебя, Господи, Боже мой Слава тебе, Боже наш, слава тебе Ты слышала, душа, как Еремия В нечистом рве с рыданиями взывал Городу Сиону искал слез Подражай плачевно его жизни и спасешься Помилуй меня, Боже, помилуй меня Благодарю тебя, Господи, Боже мой Слава тебе, Боже наш, слава тебе И он побежал в Фарсис Предвидя обращение неневитян Ибо он, как пророк, знал милосердие Божие И вместе ревновал, чтобы пророчество не оказалось ложным Он не желал проповедовать язычникам Считая их недостойными Милости твоей Но ты и меня пощадил Помилуй меня, Боже, помилуй меня Благодарю тебя, Господи, Боже мой Слава тебе, Боже наш, слава тебе Ты слышала, душа, как Даниил во рве Заградил уста зверей Ты узнала, как юноши, бывшие с Азарию Верою гасили разжженный пламень печи Помилуй меня, Боже, помилуй меня Благодарю тебя, Господи, Боже мой Слава тебе, Боже наш, слава тебе Из ветхого завета всех я привел тебе Пример душа Подражай богоугодным деяниям праведных Избегай грехов людей порочных Помилуй меня, Боже, помилуй меня Благодарю тебя, Господи, Боже мой Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Безначальный Отец, Собезначальный Сын Утешитель, Блади, Дух Правды Родитель, Бога, Слова Слово Безначального Отца Дух, Животворящий, Созидающий Троица Единая Помилуй меня и ныне и присно и во веки Веков Аминь Богородица мысленная парфира плоти Мануила соткалась внутри твоего чрева Пречистое как бы из вещества пурпурного Потому мы почитаем тебя истинною Богородицу Рождество от бессименного зачатия не следимо Без мужной матери нет ленин плод Ибо рождение Бога обновляет природу Поэтому тебя как богоневесту матери мы все роды Православно величаем Слава тебе, Боже наш, слава тебе Христос был искушаем, дьявол искушал Показывая камни, чтобы они обратились, хлебы Возвел его на гору, чтобы видеть все царство мира в одно мгновение Бойся, душа этого обощения Бодрству и ежечасно молись Богу Помилуй меня, Боже, помилуй меня Благодарю тебя, Господи Божий мой Слава тебе, Боже наш Слава тебе Пустынолюбивая горлица, голос вопиющего Христов светильник взывал, проповедуя покаяние А Ирод беззаконствовал с радиадою Смотри, душа моя, чтобы не впасть тебе в сети беззаконных Но возлюби покаяние Слава тебе, Боже наш Слава тебе Притеча благодатья Обитал в пустыне все иудеи Самаряне стекались слушать его И исповедовали грехи свои с усердием Принимая крещение И ты, душа, подражала им Слава тебе, Боже наш Слава тебе Браг честен и ложа непорочна Ибо Христос благословил их некогда В каньи на браке, вкушая пищу плоти И притворяя воду в вино Совершая первое чудо, чтоб ты, душа, изменилась Слава тебе, Боже наш Слава тебе Христос укрепил расслабленного Взявшего постель свою Воскресил умершего юного Сына вдовы исцелил Слугу сотника И открыв себе Самарянки предначертал тебе Душа служения Богу духом Слава тебе, Боже наш Слава тебе Господь исцелил Кровоточивую Через прикосновение К одежды его очистил Очистил прокаженных Дал прозрение слепым Исправил хромых Глухих Немых И уврачевал словом Скорченую Чтобы ты спаслась Несчастная душа Помилуй меня, Боже Помилуй меня Благодарю тебя Господи, Боже мой Слава отцу и сыну И святому духу Прославим отца Превознесем сына С верою Поклонимся Божественному духу Нераздельной троицы Единой по существу Как свету и светом Жизни и жизням Животворящему и просвещающему Пределы вселенной И ныне и пресно И во веки веков Аминь Богородица, сохраняя Град свой, причистая Богородительница По твоей защите Он царствует с верою И от тебя получает Крепость И при твоем содействии Неотразимо побеждает Всякое бедствие Берет в плен врагов И держит их В подчинении Преподобный Отче Андрея Моли Бога О нам Андрей Досточтимый Отец Преблаженный Пастырь Критский Не переставай Молиться За воспевающих тебя Чтобы избавиться От гнева, скорби Погибели Бесчисленных Пригрешений Нам всем Искренно почитающим Память твою Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Сына Святого Духа Ныне и пресной Вовеки веков Аминь Господи Представь Троица Помилуй Господи Отче наш Ижеиси На небесах Да святится имя Твое Да приедет Царствие Твое Да будет воля Твоя Ко на небесе И на земле Хлеб наш Насущный Дашь нам Днеси Остави нам Долги наши Якажи мы Оставляем Должником Нашим И не веди На свои искушения Но избави нас От лукавого Ибо Твоя Царство И сила И слава Во веки Веков Аминь Придите Поклонимся Царе Нашему Богу Придите Поклонимся И приходим Христу Царю Нашему Богу Придите Поклонимся Припадет Саму Христу Царевия И Богу Нашему На Господу Уплываю Как же Вы говорите Души моей И улетай На гору Вашу Как птица Ибо Вот Нечестивые Натянули Лук Стрелу Свою Приложили К тетиве Чтоб во тьме Стрелять Правых Сердцем Когда Разрушены Основания Что сделает Праведник Господь Во святом Храме Своем Господь Престол человеческими ложь говорит каждый своему ближнему устальстивы говорят от сердца притворного истребит господь все устальстивы язык или лечивы тех которые говорят языком нашим пересилим уста наши с нами кто нам господин ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану говорит господь поставлю в безопасности того кого уловить хотят слова господни слова чистые серебро очищенное от земли в горниле семь раз переплавленная три господи сохранишь их соблюдешь их от рода сего и вовек повсюду ходят нечестивые когда ничтожные сынов человеческих возвысились доколе господи будешь забывать меня в конец доколе будешь скрывать лице твой от меня доколе мне слагать советы в душе моей скорбь в сердце моем день и ночь доколе врагу моему возноситься надо мною призре услышь меня господи боже мой просвети очи мои да не усну я сном смертным да не скажет враг мой я одолел его да не вас не возрадуются гонители мои если я поколеблюсь я же уповаю на милость твое сердце мое возрадуется спасение твое воспою господу облагодетельствовавшему меня и буду петь имени господа всевышнего слава отцу и сыну и святому духу ныне и пресно и в веки веков аминь аллилуйя 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 слава тебе боже аллилуйя 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 слава тебе боже господи помилуй господи помилуй господи помилуй слава отцу и сыну и святому духу ныне и пресно и в веки веков аминь С нами Бог, разумейте языцы, покоряйтеся, ярко с нами Бог, услышите до последних земли, ярко с нами Бог. Но вы еще и покоряйтеся, ярко с нами Бог, аще паки возможите и паки побеждены будете, ярко с нами Бог, и же аще совет совещевайте, разорит Господь, ярко с нами Бог, и слово, и же аще возглаголоки не пребудет в вас, ярко с нами Бог, страха же вашего, не убоимся, не же смутимся, ярко с нами Бог, Господа же Бога нашего того, осветим и той будет нам страх, ярко с нами Бог, и аще на Него, надеясь я буду, будет в небо освящение, ярко с нами Бог, и уповать буду на Него, и спасуся им, ярко с нами Бог, сиазы дети, я же ми даде Бог, ярко с нами Бог, люди, ходящие во тьме, видеша свет вели, ярко с нами Бог, живущие во стране Есени сметней, свет воссияет на вы, ярко с нами Бог, яко с нами Бог, яко отроча родися нам сын и дадеся нам, ярко с нами Бог, и Боже начальство быст на раме Его, ярко с нами Бог, и мира Его несть предела, яко с нами Бог, яко с нами Бог, яко с нами Бог, чуден советник, яко с нами Бог, Бог крепок, властитель, начальник мира, яко с нами Бог, отец будущего века, яко с нами Бог, яко с нами Бог, яко с нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог, День пришед, благодарю тебя, Господи, вечер прошу, с ночью без греха подашь, миспаси и спаси мя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, день пришед, песнословлю тебя, святый вечер прошу, с ночью ненавистью подашь, миспаси и спаси мя, Бесплотное естество херувимское, немолчными песнями тебя словословит, Шестокрыльное животное Серафиме непрестанными глаз и тебя превозносят, Ангелы же все воинства трясытыми песнями тебя восхваляют, Прежде бы всех, и сисы, отец, и сабезначально имеши твоего сына, И равночестно, нося и духа жизни, троица, являеши нераздельная, Пресвятая Дева, Матерь Божия, иже, слово самоица и слуги, Пророки же и мученики, все лица, яко, Безмертно имущи жизнь, а всех молитесь, а прилежная, яко, Все есть мы в бедях, да прелести, избавьшееся лукаво, Ангельскую пьем песен, святые, 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 трясытые, Господи, помилуй и спаси нас, аминь. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Отца неба и землевидимым, же всем и невидимым, И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного Ижа, Отца рожденного прежде всех век, Света от света Бога истина, от Бога истина, Рожденный, несотворенный, единосущный, оснуем же вся быша, Нас ради человека и нашего, ради спасения, И вошедшего с небес, и воплотившегося Духа Святой, И Марии, и Девы, и Восчеловечеса, Распятого же за мне припантисте Пилате, И страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, И паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Не может царствия, не будет конца, И в Духа Святаго Господа истинного, И животворящего, и же от Отца исходящего, И же с Отцем и Сыном, с поклоняемой славе могла голодшего пророки, Воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, Исповедуя Единокрещение и восставление веков, Чарю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Представь Владычица Богородица, моли о нас грешных. Все небесные силы святых ангелов и архангелов, Молите о нас грешных. Святые Иоанне, пророчие, притечие, креститель Господа нашего Иисуса Христа, Моли о нас грешных. Святые и славные апостолы, пророции, мученицы, И все святые молите о нас грешных. Преподобные и богоносные отцы, Наши пастыри, учители вселенной, Молите о нас грешных. Непобедимая и непостижимая и божественная сила, Честного и желтворящего креста, Не остави нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка. Прости беззакония наши святые, посети из цели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно, во веки веков, аминь. Отче наше, живи си на небесе, да святится имя Твое, да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя ка на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам в днесе, остави нам долги наши, якажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукрового. Ибо Твое Царство и Силы и Слава веки, аминь. Ибо Твое Царство и Слава веки, аминь. И создал Бог два светила великие, светила большие для управления днем, и светила меньшие для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесные, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, было утро, день четвертый. И сказал Бог, да произойдет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, присмыкающихся, в которых произвела вода породу их, и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, было утро, день пятый. Премудрость возглашает на улице, на площадях возглашает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота, говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. «Обратитесь к моему обличению. Вот я и задю на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли. Зато и я посмеюсь в вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания, и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих, и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась злам. Святитель Иоанн Златоуст. Второе слово о посте. Продолжение. Некоторые огорчаются, видят трудность закона о посте, и закрывают глаза на проистекающую от него пользу. Не знаешь разве, что и львы во рве научены были поститься, и не тронули Даниила. Если уже львы оказались послушными по велению, и не обнаружили своей природной кровожадности, были как бы знакомыми, а не нападали, как чужие, то не постараемся ли и мы пользоваться постом. В Писании есть также рассказ, что когда Иераваам, царь иудейский, впал в нечестие, установив, по примеру предков, поклонение тельцам, то явился пророк и ни царю, ни народу ничего не сказал, зная, что и государь, и подданные его долетели от послушания. Но оставив людей, которые все равно не послушались бы, он говорит жертвеннику, то есть алтарю, чтобы показать, что камни лучше слышат, чем эти люди. Родится Иосия, говорит, и на этом жертвеннике сожжет кости жрецов. Третье царство, 13 глава, 2 стих. Обличаемый не снес бесчестия и разгневался. Он дал рукою знак воинам, чтобы те схватили благодетеля пророка. Но протянул руку, а согнуть уже не мог. Грех иссушил его руку. Кричит, протянувший руку, чтобы задержали пророка. И одновременно пророк исцеляет его руку. И говорит ему царь, войди в дом мой со мною, вкуси хлеба, напейся воды, и тогда отправляйся в путь. Пророк отвечает, мне повелено Богом в тех местах, где господствует нечестие, не вкушать ни хлеба, ни воды. И затем уходит. Но обрати внимание, чем кончилось дело. Другой пророк, услышав, что приходил пророк и сказал что-то и то-то, отправляется вслед за тем, догоняет, просит пророка зайти к нему, подкрепиться пищей. И убеждает его. Но убедил тем, что будто бы ему велено это сделать. Велел сделать Господь. Тот вошел и поел. Во время же еды Дух Святой нашел на пророка, который пригласил. И тот стал пророчествовать уже не от себя, а по внушению Духа. Так как ты сказал, он тому, которого угостил и накормил, не послушался Господа Бога твоего и ел там, где тебе повелено было не есть, то как только ты выйдешь отсюда, тебя съест лев. Видишь, каким печальным для пророка последствием привело несоблюдение повеления относительно поста. Пророк уходит, но его пророческое достоинство уже не сопутствует ему по причине ослушания. Его встречает лев. Не с целью съесть его, но чтобы показать, что сам он послушен по велению. Нападает на непослушного, причем касается тела его лишь настолько, чтобы только убить. Убивает. Чтобы наказать ослушника. Убив ослушника, лев отдает предпочтение посту предвозможностью насладиться. Таким образом, получилось следующее. Лежал мертвый пророк. Подле него стоял его осел, оставшийся в живых. Не потому, конечно, что осла было труднее убить, чем человека, но потому, что неразумный лев точно соблюдает данное ему повеление. И невиновного осла не убил и даже не коснулся. Но убил только ослушника. Переставшего в силу ослушания быть пророком. Втройне удивительную вещь можно было наблюдать при этом. Лежал пророк, жертва ослушания. Подле него лев, олицетворение послушания. И рядом же осел. Не естественного страха пред львом, не испытывавший. Не уходивший. Не подвергавшийся со стороны льва нападению. Все это для того, чтобы показать, что не из кровожадности сделал лев свое дело, но потому, что не соблю пост поста тот, кому повелено было не вкушать. Другой пример. Илья был взят на небо. Но чем предварено было это событие, как несоргодневным постом? Если Моисей постится, и Илья постится, и Господь является венцом их в том же деле, то как прекрасно подражать таким примерам? К тому же, не нужно забывать, что у нас пост имеет перерывы в своем течении. Мы постимся не 40 дней подряд, но с некоторыми передышками. Ведем счет по дням, но не выдерживаем поста в полной мере. Сравнительно с указанными великими примерами, то, что требуется от нас, невелико. А если и от этого еще мы станем уклоняться, то окажемся совсем чуждыми для подвязавшихся в посте. Никто из нас не постится 40 дней на протяжении этого времени. Мы даем себе отдых, подобно путникам, которые на ночь делают привал, а утром отправляются в дальнейший путь. Но если те, чьи великие имена мы называем выше, постились 40 дней, целых 40 дней, а мы даже и с отдыхом не можем совершить одинаково с ними пути, то нам не следовало бы и осмеливаться вспоминать о том, чему подражать мы не умеем. Пост – это полное по возможности подражание ангелам, отрешение от настоящего, пребывание в молитве, наслаждение души, обгуздание тела и укращение страстей. Постящиеся знают, как пост укращает пожелания, а те, кому случилось испытать это на деле, подтвердят, что он смягчает нрав, подавляет гнев, сдерживает порывы сердца, бодрит ум, приносит спокойствие душе, облегчает тело, устраняет невоздержание. Предупреждает увлечение вином и головные боли, при нем у человека вид хороший и взор веселый. Во время поста движение благообразно, язык приличен и не развязывается вином, ясность ума не омрачается страстями. Пост и в радости знает меру и соблюдает тишину. Внешний человек здесь ничем не связан, поэтому то, что мы испытываем под влиянием вина, мы не помним о том, от чего освобождаемся благодаря посту. У нас на виду. Пост знает и себя, и то, что ему противно, а пьянство, не зная самого себя, не имеет представления о благах поста. Ради чего, скажи мне, были поражены смертью сыновья Аарона, священники? Не ради ли того, что при совершении служения Богу упивались вином? Что предписывал закон Назареев? Не воздержание ли от вина и от всего, что с ним связано? Друзья Даниила питались овощами, удаляясь от царского стола на выхтаносора. Сам же Даниил, муж желаний, постился 3-7 дней. Самое это название он получил за то, что стал выше желаний. Он постился не один день по-иудейски, по-нищенски, но целых три недели, предизображая постцерковный вкусного хлеба, я, говорит он, не ел. А те воздерживаются от страстей на время. Мясо и вино не входило в уста мои. Даниила, 10 глава, 30 стих. Таков постцерковный. Вот пример христианской жизни во времена Ветхого Завета. Конечно, для слабых людей это лишь образы, но для пророков следы самой истины. Продолжение следует. Аминь. Аминь. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и вовеки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, на Непристое, во веки веков, аминь. Отче наше же и Сына Небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как она Небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам в днисе, остави нам долги наши, якажи, и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, ну избавь нас от лукавого. Ибо Твое, Царство, и Силы, и слава веки. Аминь. Господи, Сил, с нами будет, иного бы разве Тебе, помощника в скорбях неима мы, Господи, Сил, помилуй нас, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждение силы Его. Господи, Сил, с нами будет, иного бы разве Тебе, помощника в скорбях неима мы, Господи, Сил, помилуй нас, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Господи, Сил, с нами будет, иного бы разве Тебе, помощника в скорбях неима мы, Господи, Сил, помилуй нас, хвалите Его во гласе трубне, хвалите Его во псалтыре и гуслях. Господи, Сил, с нами будет, иного бы разве Тебе, помощника в скорбях неима мы, Господи, Сил, помилуй нас, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Господи, Сил, с нами будет, иного бы разве Тебе, помощника в скорбях неима мы, Господи, Сил, помилуй нас, хвалите Его в тимпанах доброгласных, хвалите Его в тимпанах восклицания, Всякое дыхание дохвалит, Господи, Сил, с нами будет, иного бы разве Тебе, помощника в скорбях неима мы, Господи, Сил, помилуй нас, хвалите Божого святых Его, хвалите Его во утверждение силы Его, Господи, Сил, с нами будет, иного бы разве Тебе, помощника в скорбях неима мы, Господи, Сил, помилуй нас, хвалите отцу и сыну и святому духу. Господи, ащи небыхом святые Твоя, имели молитвенников и в благостыне Твою, милующую нас, яко смели быхом спаси, петь и Тя Его же слава словят. Непрестанно, ангелы, сердце вечи, пощади души наши, ай, ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений к Тебе прибегов, чистое спасение ищу. Посети немуществующую мою душу и моли, Сына Твоего и Бога нашего, дать имя оставление. Я же садеях лютых едино благословенно, Всесвятая Богородица. Во время жизни моей не остави меня человеческому предстательству, не вери меня, но сама заступи и помилуй меня. Все упование мое на Тя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Божий, долго терпеливый, много милостивый, много благоутробнее. И же праведный, любя и грешный, и милый, и же вся за вы, ко спасению обещаний ради будущих благ. Так Сам, Господи, прими наше в час сей молитвы, исправи жизнь нашу к заповедям Твоим. Души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти. И избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами. Дополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры. И в разум неприступная Твоя слава, якоб благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую хируем и славнейшую без сравнения Серафим. Без искления Бога, Слово, Бодшую и Сущую, Богородицу Тя величаем. Господи и Святой Христов, Сын и Божий, помилуй на... Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности и уныния, любоначали, празднословия и севролюбия не дашьми. Дух же смиренно мудрия, целомудрия, терпения и любви даруй мне, Господи, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй зреть мне моя прегрешение, осуждайте брата моего, яко Ты благословен во веки веков. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, милости буди нам грешными. Боже, милости буди нам грешными. Боже, милости буди нам грешными и помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешным Боже, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешным Боже, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешным Господи и Владыка живота, мой дух праздности, он и нелюбоначалия празднословия, сребролюбия не дашь мне Дух же смиренно мудрый, целомудрый, терпение и любви даруй мне, Господи, рабу Твоему Ей, Господи, Царю, даруй зреть мне мое согрешение и не осуждать брата моего Яко Ты благословен во веки веков, аминь Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наши, Святый посети, исцели немощи наши Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя Яко на небесе и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши Яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого Ибо Твое, Царство и Сила и Слава веки, аминь И дашь нам, Владыка, носом грядущим покой тела и души, и сохрани нас от мрачного сил греховных И от всякого темного и ночного сладострастия укроти стремление страстей Угости рожжение и стрелы лукавого, и оженно наистивно движимое плоти наше восстание утоли И всякое земное и вещество на нашем мудровании успи И даруй нам, Боже, бодр ум, сломудр помысл, сердце трезвящее, сон легок и всякого сатанина мечтания изменен Восстави же нас во время молитвы, утвержденных в заповедях Твоих и память судеб Твоих В себе твердо имуща всеночное словословие нам даруй Вы ежепете и благословите и славословите Пречестное великолепое имя Твоя Отца и Сына и Святаго Духа Ныне пресно и во веки веков, аминь Преславное преснодево, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему Да спасет Тобою души наши Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой Дух Святый Троица святая, слава Тебе Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков, аминь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистотой Матери Преподобных и Богомостных Отцов наших и всех святых Помилуй нас, аминь Молитву, Господи, 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 помилуй нас, грешных Даруй нам силу и терпение Помоги нам, Господи, достойно пройти это попище Великого Поста Господи, просвети правителей страны наши, чтобы принимали мудрые законы И всех начальствующих также просвети, защити Не познавших Тебя, обрати к истине, Господи Всех стройников наших, Господи Сам знаешь, какими вы тями Тебя отступивших, от Тебя не знающих и не ищущих Тебя сам знаешь, какими вы тями Перейди на путь истинный Даруй им покаянию Господи Если угодно, то есть, в воле, Господи, поскорее Дай нам, чтобы закончилось это Противостояние братских народов, Господи Даруй мир между народами Останови тела делающих зло Разжигающих распри Вражду ненависть Господи, всех путешествующих Константина Никиту Александра Максима Евгения И всех путешествующих, отцев, братьев наших Богословий Пошли им ангелы мирного хранителя Во всем пошли боговое поспешение Возврати их здравие души интересным Спасите, Господи Находящихся на болезни на ладре Возникнет здраво болезнь Дай им силы и терпение Принявшись в благодарность И безропот, и уныние, и отчаяние На Тебя едино уповаем И Тебе слава посылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу Ныне, и всегда, и во веки, и веков Аминь Боже, милости будет нам грешным Создавший нас, Господи Помилуй нас Без числа мы согрешили, Господи Прости и помилуй нас, грешный Закончена Вторая часть Чтения Великого Покаянного Канона Андрея Критского Завтра будет третья часть Чтения, также в пять часов вечера По местному времени Пускай, пускай Сейчас Пускай Плюс вниз Первый Завтра Докум ngày Докум humility Дома-то есть она. Дома-то есть она.